На головой стороной стороной. Запрокиньте руки за голову, создайте максимум протяжения и расслабьтесь. Угибаем левый колено, переворачиваемся на правду, отслеживаем свои ощущения после прокраивания. Угибаем левый колено. 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 Продолжение следует... 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 Ом... Ам... Ом... Шанти, 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 Шанти... Продолжение следует... 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 Алиниаса запомнили? Давайте хотя бы Асс. Там не так, но вы их. Если мы еще не поговорим. Сурри намаскара? А, да. Давайте Сурри намаскара. Сурри намаскара. Сурри намаскара. Сурри намаскара. Безоцик. Патанархасана. 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 Хихитатрифонасана. Мы не говорим её. А, да, она есть, но мы её не продаваем. Хороший вопрос. Да, нет? Расарита Падутанасана Пашватанасана Удхикахасападанасана Удхикахасападанасана Илопаткарми Падутанасана Силопаткарм Илопаткарми Паша Паша Мастя Паша У Андрей Паша Паша Обычно после еды, а 1-2 минуты, а после йоги. Все будет так. Пурватанасана. Глупами себя. Атра-бара-падма-басхиматанасана. Тирьян-куха-эта-бара-басхиматанасана. Дануша-шасана-марикасана. Нахашему. Глуповских прислужении, а не вольный голос. Кукутасана. Давайте валим голос. Батхаконасана. Субтападангустасана. Субтападангустасана. Субтападасана. 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 Субтападангустасана. 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 Давайте вспомним. Асаны есть? Яма. Это еще до. Давайте вспоминать с самого начала. Яму. Субтападангустасана. Подождите. Я сейчас про техники вспомню. Асаны есть? Ранаяма есть? Медитация есть? Банхи должны использовать? Да. Что там еще? Мудрый есть? Да. Что еще есть? Вспоминайте. Мантры есть? Есть. Еще что? Дришти. 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 Финния. Ну что еще вы знаете? Финни. Финни. Это уже сайлевер. Да. Девочки. Да. Я не иду сейчас больше про техники. Там можно на чем угодно стоить. На глазах. На стеклах. Здесь стекла. Ну в целом это комплект. То есть оно все должно быть. Финни. 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 Финни также. Финни. 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 Вы пойдете в кафе и там не поедите. В просад вы поедите только дома. Где предлагаете. А некоторые называют красад. Кафе красад. И там кафе красад. или еще такой вариант аюрведический подход ты пришел и думаешь, что там все аюрведа но если ты посмотришь на блюдо, то какая-то аюрведа аюрведа это индивидуальная питание под ваш конституцию то есть тогда предполагаете, что там должен сидеть врач он смотрит вашу конституцию и говорит вам можно вот это, вот это блюдо и вот это может быть это просто в своих блюдах соотношение с мамой сболосит ну где-то видео, а так не будет я об этом говорю тогда сидит врач и говорит вам вот это можно сейчас у вас там состояние такое у вас повышенная каха вам надо заземлиться или наоборот, вам надо будет поднять так, вам надо, значит, вот это с имбирем блюдо понимаете, зачем то есть это, ну, как бы чтобы у вас понятно было, что это все, как бы просто, как это называется маркетинг, да? на чем будем делать а йоги, они осознанные еще что вас там понимают так нет, он едет, а не в кафе он ходит по большому счету ну, иногда ходит почему? потому что он есть настоящий еггар и тема, куда он ходит вот это хорошая тоже тема хорошая тоже тема давайте реабилитация давайте чуть-чуть у нас время есть смотрите, вот эту вот откроем тему я согласен, что она мне даже у меня тоже цепила потому что я питаюсь дома только, да? и тут я пошел в кафе и я понял, что я не могу получить удовольствие даже если она какая-то вкусная не была почему? потому что я сижу дома атмосфера явная конечно прокачивая там, закачивая там все, все что хотите а что, ну, подожди, ты шашу или кушаешь? да, окей это тоже добавок, да? да, добавок потом я готовлю сам я готовлю сам я готовлю сам да, то есть, когда я готовлю процесс идет? да я не говорю там шизотерику просто процесс вы настроены у вас какой-то вкладывать потом дает готовка это когда вы потом поедаете и вы сидите у себя дома все классно что я не отрываю кафе может все что угодно может быть какие-то неприятные серии либо там музыка какая-то играет которую вы вообще никогда не слышали это влияет на мозг а если там рок-н-ролл ну к примеру специально делается чтобы люди быстрее кушают и еще наказывали это действительно такой маркетинговый вы понимаете что вот эти все нюансы они влияют на наше впечатление не только пищеварение но и много-много-много других вы согласны или нет? Согласна или нет, я нигде не могу, кроме как в индийском ресторане, мне вообще потом плохо я все время с собой еду носил во все время, когда я перестал есть мясо мне приходилось, это было мне нравилось, потому что я любил готовить но у меня еще как бы повар, у меня не было проблем, я все время носил с собой пластмассочки и там полностью на целый день мне еды я объедался на мой момент, хватало в этот момент и я понимаю, что какой бы ни был ресторан дорогой, там хороший, там супер фактическая и пицца вот например, это количество, то есть окей, все вкусно, но количество мне надо больше некоторым меньше, некоторым меньше ну вот недавно выходили в Эли-Москва, вроде все классно, все классно, индусы там это отличное или это очень отличное? Да, но ее не мало, мне надо в товарах ходить ну да, там ходить конкретно, конкретно, вот супчик вот такой, ну что это такое, я супчик если кладу, так у меня тарелочек там там с горочкой все, все так надо ну вот и там была бы атмосфера? конечно, не про атмосферу, а про количество говорю ну количество да, да и про атмосферу да ну я сейчас к тому, наверное, что вот эти все тонкие вещи, они в итоге включают наш, как так сказать, ну нашу программу некую, да то есть у нас есть либо программа на то, чтобы мы себя поднимали ввысь, да, либо какие-то со стороны факторы, которые не дают нам получать максимально, да процесс внутренний процесс, который должен быть, понимаете ну а с другой стороны, Георгий, надо уметь как-то вот не вовлекаться да, вы прорабатываете это да вот сейчас ситуация сложнее, но нет, смотрите, здесь вопрос, этот вопрос, этот вопрос всегда стоит то есть, человек занимается, и вот был такой, и человек приходит какой-то там, начинает там блюдать потом там, еще что-то да, и, ну, моя задача, как бы сказать, да, но, а второе, он весь такой, прям чувствуется напряженный, такой весь он напряженный, да, потому что человек такой, да, дышит, еще там, как-то сейчас паровоз, знаете, было шанти-шанти, или пришел, да, там, а мое место занято и ты такой нет, ну это же, это уметь надо пробраться вообще эти вещи я согласен а теперь, а теперь вопрос, да то есть, чтобы себя пробраться надо идти туда, где, ну, например, настройку, и заниматься там, и прокачивать тебя либо слушать, включить себе рок-н-ролл, да, там, и прокачивать тебя ну, это смотря на сколько ты, это, готов к этому, может, ты еще а ты мне скажи, вот есть святые люди, да, там, мы уже реализованы, которые идут на стройку да, 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 я говорю, да, да, я так же говорю они, наоборот, создают себе атмосферу ну, согласись, они могут пойти к ним они живут в вашем, где определенная атмосфера, да, и они могут там нормально развиваться то есть, они идут на стройку, они себя они живут на кладбище что? там у детей не знаю наверное, есть, но я их не слышу нет, но мир-то надо принимать вопрос с принятием, это понятно вопрос, надо себя на силу перенять или надо себе создавать атмосферу позитивную нет, можно пойти, например а разве, когда вот ты настроен внутри может ли тебя провоцировать какой-то внешний шок будет ли он привлекаться на твою атмосферу на твое поле мне кажется, какой-то изнутри такое же будет поле осторожное да, вот это тоже интересно да но оно, наверное, просто больше поле осторожнее будет восприниматься потому что они будут эти моменты но ты просто тот вопрос как-то на них реагируешь да, правда, как мы на них реагируем то есть, они-то себя на углу вообще, позитивно, что реагируют ну, то есть, то, что ты привлекаешь ну, все, 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 все ну, никак не верю нет, ну, жить в городе в огромном социуме мне кажется, это вообще очень большой да, по этому человеку ну, знаешь, вот мне очень понравилось, что тот Решират сказал, что йогу надо делать там, где ты живешь ну, и он их вкладывал в понятие не только делать асан а делать йогу в целом в целом то есть, ты несешь с собой эту йогу вот там, где бы ты ни находился неважно там в городе, в зеле в метро ты ездишь в метро не важно о состоянии о состоянии да, это мне очень понравилось то, что мы живем в социуме в любом случае мы должны не избегать социума а именно учиться в нем быть сбалансированным и привносить эту баланс да да и привносить ну так, чуть-чуть скрипч ахххххххх провока atibrерша так, окей не яма у нас была яма а сегодня не яма главное правило obliged количеством ну а как так конamento в конечке и пересмотреть лимна чтоomi я не посудили что В яму отличиеся. А что там в яму отличиеся? Яму отличиеся. Чистота, шауча, удовлетворенность, опасность рвения или опасность создачи. Схватка, я, изучение, я, 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 я. Окей, шауча. Чистота? Внешне и внутренне. Внешне и внутренне. Зачем нам чистота? Внешне. Что это такое? Чистота. 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 Чтобы не пахнуть. Чистое должно приходить на практику. А почему практика? Это относится ко всей жизни. Ко всей жизни. И на работу тоже чистые должны приходить. И дома тоже. Не яма это больше отношение к обществу. А, наоборот. Не яма это к себе. А не яма это к обществу. Правила. Как правило, да. Как главное правило. Чистота. Ну, еще. То есть, внешняя часть, понятно, да? Ну, это, например, ты из утра, из вечера готовишься на практику. Там, покушать, еще что-то. То есть, чтобы никаких не было проблем. То есть, принятие пищи, это же тоже считанное чистота. То есть, легкая пища. Ну, в итоге это приведет к существенности сознания. Ну, сознание тоже. Победитировать спокойно, подготовиться, чтобы избавиться от стресса. Можно сказать. О, как видите. То есть, не наедаясь вечером, мы уже соблюдаем частоту сознания утром. Не отвлекаемся. Класс. Еще как мы можем это... Чистота, это вообще не вступать в конфликты. Не представлять людей. Стоп, стоп. Не вступать в конфликты. То есть, идет конфликт. Например, плюс соседа. А ты стоишь и не вступаешь в конфликты. Ты не вступаешь не в том смысле. Ты соседа можешь ищить. Не провоцируешь. А ты это делаешь с любовью. Ну, не покричь. Хороший, хороший. То есть, дорогой друг, как себя не ведут. Убьешь и днусь его. Да, это хорошая форма. Это хорошая форма. Это как Джон. Он не мог убивать своих родственников. Но он и с любовью просто. Мокричный. Ты всех любишь очень хорошо. Нет, Тришна ему сказал, что ты воин. И делай свое дело. Ты неси свою дхарму. А кто там перед тобой? Это уже второй вопрос. Не думая бы. Тут, конечно, Кришна может где-то слуха его мне кажется. Кришна точно. Политика может попасть. Да, то, что он где-то слуха. То есть, вопрос конфликтов мы должны выполнять всю свою дхарму, да? Ну, если человек несправедливо обижает, надо защищать. А если вообще никуда не вмешиваться? А как понять, что это справедливость? Это очень важно. Ну, для этого надо раскачивать себя. Как ты живешь в этом мире, тебе приходится реагировать. Мне кажется, есть такие вещи, которые мы инструктивно понимаем. Это справедливо, это не справедливо. Это добро, это зло, как животное. У некоторых просто это есть культура, воспитание. Ну, это тоже культура. Это же все? Это все тоже не добро. У нас один сказал, его потом побили. Он говорит, ну я сказал. Ну, он же сказал. Ну, сказал, да. Я говорю, что тогда настаиваюсь, он же побили. Он говорит, значит, не надо было вмешиваться. Я такой, нет. Я говорю, ты правильно делал. Потому что он шел с ребенком. То есть, ладно, еще один. Ну, блин, что тут хотели воевать, там все ругаются. Но он шел с детьми. И сзади ругались. И он сказал. Нет, есть у каждого своя система ценностей. У каждого своя система ценностей. Потому что у каждого есть свои какие-то какие-то концепции, какие-то позиции, можно так сказать, через которые он не должен переступать. Свою амораку. По понятиям. Ну, вот так сказать. Ну, они должны быть... Ну, вот так сказать. Но это не значит, что по понятиям, типа, ты мне не дал, я тебе тоже не дал. И все у вас понимают этот контакт. Да нет, мы для этого слова понятия. Понимание. Понимание, да. Ну, да. Просто фразы. Да, да. Имеет просто определенный под собой большинство. Окей, это внешнее, а внутреннее. Мы тоже уже зацепили. Да. Ну, там вообще нормация открыта. Да. То есть мы застали и лучше не раскапывать, да? Общество, в котором ты общаешься или не делаешь. Ну, все, что ты подскажешь. Ну, во-первых, ты не желать зла людям вообще просто. Не быть агрессивным. Мне кажется, это частота помыслов. В любом деле. Вот на работе ли ты, где ты вообще. Это, мне кажется, самое сложное вообще на этом жизни. Да, да, да. Частоту помыслов сохранить. Вот что всегда покоряет Бога? В раме, в том же, да? Частота помыслов. Вот что бы он ни делал, он все это делает с чистой душой. Даже наказывая кого-то, он это делает. Да. Любой. Он это делает, Женька. Я тебя люблю. И раз. И нету. Я считаю, как Кришна сказал, кому-то там. Он его оскорблял. Он сказал, я тебе говорю, сто раз. Сто раз. Можешь не оскорбить. Но сто первых, говорит, я тебя накажу. А он там начал опять расти. Такой хикой. У тебя сто жены там. Вот я считаю. Он опять продолжает. Он еще раз говорит, я считаю. Все, и сто первый раз. Часто с чапоком в голову. Нет? Ну, во-первых, если мы смотрим на позицию, мне кажется, то нет ни добра, ни зла. Давайте так. Да. И есть определенный форум договоренности. Мы же коммуницируем. Тот же Кришна. Он коммуницирует. Он сказал, я тебе предупреждаю. По-доброму. Вот это мне не нравится. Ты говоришь? По-доброму. Я тебе говорил, отпущу. Помните? Да. И отпустили. Все же оно относительно в этом мире. Ну, в общем, она... Ну, то, что купаться надо, это точно. Ну, давайте это проверим. Не надо. Недельку. По помощи. Если мы не мыться, да. Нет. Можно попасть... Нет. Хорошо. Вы же можете умываться. Умываться. То есть, в любом случае, по возможности, ты должен... Ну, я скажу, все альпинисты и ноги моют, и умываются, и умываются, и умываются. Ну, как бы здесь никуда не денешься от этого. Все равно же хочется какой-то свежести. Все равно хочется чистоты. Да. То есть, нас это заложено. Мы вообще здесь, мне кажется. Где он в конце в Казахстан поехал, там с водой проблемой. Вообще нету горячей воды. Ищу. Долго и жилы. Весь пайм месяц без горячей воды. Все. Моешься холодные тогда, да? Да. Моешься холодные. Казахстане воды нету. Ищу там ближайший источник крестной воды, да. Укупаешься. Окей. Ну, тут завязана и чистота внешней и внутренней. То есть, если мы и внешней, то это просто показатель. Если человек грязный, значит, что у него уже что-то не то. То есть, логично. Если у него пахнет, то значит, у него, ну, это можно даже психосоматически рассматривать, да. То есть, у человека, когда пахнет, это значит, что у него уже ум, как бы, да. Потому что у него определенные части органов начинают болеть. Ну, скорее всего, это осуществляет проблемы. Да. И у него, значит, гнев есть. Это определение гнева. Как это связано с желудком? Вот так вот. Посмотрите таблицу. Есть психоматические болезни. Там описано состояние внешнее и внутреннее. Печень, там, гнев, если болезнь, да. И изо рта пахнет тоже определенное состояние. Таким всем. Говорят, что рак, вот эти проблемы, это именно когда человек в какую-то ситуацию разрешает. Да, да, да. Ну, вот это, в принципе, тоже интересная тема. Если покопать, увидите, как это тоже схоже. Окей, следующее. Табос. Стремление. 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 Аскета. Ну, аскета, да. Что такое аскета? Ограничение. Ага, ну, можно так сказать, да. Подумал, сказал, сделал. Ограничение. То есть, мы в чем-то себя ограничиваем. Особенно для чего-то. Особенно для чего-то. Да, а для чего? Ну, для чего-то хорошего. Например, я буду ходить на практику, у 6-1. Еще. Вчера пропустила. У меня все записывается. У меня все записывается. У меня все записывается, наверное. Что в один раз он ищет. Да, 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 да. Ищет. 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 Я считаю. Я считаю. Это же не очень понятно. С Орвенией, с Орвенией. А с кем? Зачем делать? Для чего, да. Просыпаться, рады утром идти на практику. Для чего? Для достижения. Для созданных выбор для ага. Для чего? Для развития всего. Да. Сила боли появляется. Сила боли появляется. Аскиза – это накопление энергии. Да. Хорошо. То есть смотри, теперь курит. И мы говорим, не кури. Окей. А зачем? Потому что будешь здоровым. Да. Здоровье получаем. Ограничен. А мы не очень не здоровым. Мы говорим, что это не здорово. Мы говорим, что это не здорово. Он сам решил. Он сам решил. Он сам решил, что не будет курить. А здесь же. Ты сам себя отранили. Это же тело очень сильно мало. То есть надо понять. Он сам пришел к тому, что… Это факт. Логика. То есть он должен какой-то момент понять, что он получит это. Да. Да. То есть мы должны знать, от чего мы отказываемся. Ради чего. Ради чего. Да. Ради чего мы отказываемся. Вот как это, да? Опять что, радость. Посмотрите. Потому что йога, она не на крепшем уме, а очень много долгого. Да? Это нельзя. Это надо делать там. Да? Но мы же не знаем, что это такое. Для нас йога вы читали, да? У книги. У буддистов. Там как и рецептисты. Йога для бегов белого человека – это космос. Непонятно. Да. И еще говорят там – это нельзя. Человек не нужен человек. Сюда не садись. Сюда не садись. Сюда не садись. Стой вот так. Ногу держи вот так. Зачем? Чем можно садить? А можно не так? Можно. Но это же вопрос к кому? Каждому? Зачем ты это делаешь? Зачем ты занимаешься с этим? Я сказал Георгию? Нет. Это уже хорошо. Я сказала Георгию. Я сказала Сиде. Вот это уже ученическая понимание. Я сказала Сиде. Да. Учитель может быть, а вот ученик должен появиться сам. Реализоваться. Зачем? Вот вопрос – зачем? Вот это хороший заход. Почему? Зачем? Вы сами ответили. Можете ответить сами. Да. Так Тафос нам зачем? Вопрос. Да. Которые не нужны. Которые не нужны. Да. То есть, получается, мы отказываемся от, ну, банальной вещи, которая постоянно присутствует, от большого количества еды тогда. Да. От пересыпания. Ну, это не наша цель, да? От пересыпания. Ну, как выражается вообще? Нет. Предположим, ну, у меня знакомые могут спать, значит, что? Они считают, что это… Ну, они и пересыпают, и не спят. Нет, ну, а у них какие вообще… у них… какие цели в жизни? Что они вообще делают? Какой образ жизни? Может, они там… Ну, конечно. Если предполагается, что человек, занимаясь йогой, да, у него вот эти принципы должны быть. То есть, они вот, они прописаны. То есть, для чего? Для того, чтобы он… То есть, йога предполагает, что мы, ну, какую-то энергию получаем. Да? Вы предполагаете ли это? Да. Все согласны? Да. Вот. А вот эти ограничения, которые есть в них, они нам еще больше дают эту энергию сфокусировать и еще гулять больше. Понимаете? То есть, вот эти все ямы-не-ямы, они ведут к тому, чтобы этот татас, который мы его получаем, мы его получаем. Но мы же можем его просто направо-налево. Мы же получаем энергию, а что мы с ним делаем? А если мы не спим? Ну, не спим. Если мы спим сколько надо? Да, там… Мне кажется, важно, чтобы это было не было искусственно. Конечно. Нужно дозреть. Ну, дозреть – это значит задать себе вопрос зачем. Да. Просто бывает, что человек, вот я буду делать так-так-так, а это изнутри не клеится. Да, 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 конечно. Я с этого начал, что каждый человек, когда встает на ученическую позицию, он сам себе отвечает на все эти вопросы. Он каждое утро встает и говорит, зачем мне идти на практику. И он говорит, ну, примерно так, да. Я очищаю себе кровеносную систему, пищеварительную систему стимулирую, на углу физики. Да, там. Я укрепляю себе нервную систему. Да. Я получаю эндорфины определенные. Нет, ну, как же ты сейчас делаешь, что идти потом, вот, и, поэтому составляем, потому что мы все равно не уставаем в процессе. Ну, я сейчас один из вариантов. То есть, как себя, как что-то, перейти или не идти? Как самотелировать? Да, как тебя самотелировать? Ты понимаешь, зачем ты идешь? А кто мне это сделает, если я это не делаю сам себе? Никто. Ты пойдешь в поликлинику, в больницу и скажешь, почистите мне кровь. Зачем мне это надо? Поставьте у меня банки. Это ж воня. Ты же тело не делаешь. Вот, вот один ответ. Зачем я иду на практику? Чтобы быть здоровым. А если я не буду здоровым, дальше идем, что у меня не будет? Энерги не будет? Энерги не будет? Да. Семьи нормальной не будет? Да, будет. Ну, чего я так понимаю? Какие нормальные? Откуда нормальная семья? Семьи горжаный термоз. Можно даже не ради, если не за... Да как? Класс. Больные люди? Можно. Больные люди. Мои курят, курят и рожают на спе. Каких? Каких? Прекрасный. Живущий организм. Они полностью всю жизнь насилуют как-то. Нет. Дети приходят. Учителя для всех. Любой, любой женщине, которая собирается рожать, ей дают определенное настроение к этому готовить. Я ее осознанно. Ей не дают на друг. Ей питание определенное. Чтобы она доземлялась. Это есть? Это есть. Ей емку. Я говорю осознанно. Кури сколько кухает. Вот ты и нет. Я вижу на улице это. Я думаю любая осознанная женщина, которая захочет рожать. Ну а собственно женщина курить не будет. Вот. Я об этом говорю. То есть человек, который хочет внутреннего женщину, она идет йогой заниматься. Потому что она знает, что мне сейчас это очень важно. Ну и вообще как бы всегда. Потом, у человека, который идет на йогу, что он еще может поднять? Ну какие еще предполагают? Ну здоровье мы получаем. Дальше что еще? Ну мы помимо вас еще волю воспитываем. Воспитание и воля. А конкретно что это такое? Ну потому что здесь нам работать легко. На преодоление. На преодоление себя. Мы работаем на преодоление. Да. Хорошо есть. Нет еще не факт. Мы хотим самантки достичь. О да, да. Самантки конечно. Все вы видите за здоровье. Да. Это все предлагается. Дело вредно. Да. Это факт. Это факт. Ну хорошо. Можно начинать с этого. Можно ископать. То есть в любом случае, ограничивая себя в чем-то, мы получаем что-то. И это вопрос вам, каждому. Что вы получаете? Энергию. Энергию. Энергию это такое, знаете как? Тело мы можем пощупать. А энергия никто не может пощупать. Мы можем чуть-чуть. Да. Можно перевести это слово энергию. Энергия это утро. Энергия это утро. Энергия это поток. Тело в котором. Да. Который складывается так, как ты его планируешь. А деньги это энергия? Деньги это энергия? То есть если у нас не будет энергии, у нас не будет денег. Так вот? Если чего не было, то энергия будет в числе. Это один энергию. В том числе. В том числе. Вот пожалуйста. Энергия это прекрасное самочувствие. Энергия это радость жизни. Радость жизни. То есть если много энергии, то это как-то влияет еще на удачу. На все влияет. На весь твой событийный процесс. Весь твой событийный процесс. Я все время привожу пример. Человеку, у которого есть энергия, у которого нет. Вот слышали наших старых певцов? Кобзом? Кобзом, да. И все, весь зал такой. У них просто как по шапкам. Представляете сколько у человека горит. И второй вышел. Я прошу. Да, там человек мурлыкает. Понимаете? Вот например, у Кобзона. Даже представьте, у него же болезнь была онкология. Он вылез из меня. Но у него вот природная, мне кажется. Он ее, по-моему, ей занимался. Он поет. Я вам скажу, пение, это тоже шлавы, что и мантры петь. Конечно. Просто это же тоже вибрации. Мы занимаемся вибрацией. По факту, когда мантры петь. Мы настраиваемся на чистоту. А он, мастер в этом. Он может на любую чистоту заходить, какую хочет. И вот он постоянно практикуется, практикуется. Пусть он не поет мантры, он поет другие вещи. Но механизм-то тот же. Ну, они же все музыканты говорят, что это Божий, да? Божий, да. Музыка – это подтверждение того, что есть Бог. А следующая ступень. То есть, если у нас есть эта энергия, мы можем тогда передавать? Можем. Можем. Делиться можем. Мы идем туда, чтобы получить знания, чтобы получить энергию. Чтобы самому подпитаться, понять, осознать. И потом уже самому как-то вообще в этом мире жить. То есть, получается тоже энергия. То есть, без энергии, получается, мы вообще взируем. Да. Мы идем единомышленникам, потому что это поддерживает нашу энергию. А если пойдем в другое место, то это будет наоборот. Да. А йога, она нам дает возможность ее прокачать. Потому что все эти техники, которые здесь есть, аштампы йога в том числе, она дает возможность этот процесс называют «сталпаться». То есть, мы эти энергии начали вместе? Да. В энергии внутри. И так вместе. С себя. Конечно. Все начинают с себя. То есть, она запланирована? Да. Она запланирована. Да. Если мы берем ее в веду, ну и йога, если она то записывает, что каналы Нади, тонкие, составляющие человека, и энергии, энергетические, они их зашлакируют, закупорывают, закупируют. И когда человек начинает делать асаны, он как раз, то есть, что он делает? Он растягивается и дышит. То есть, он попадает в определенное положение неудобное, но они как бы первым стуком, но пока для нас это далеко. Удобно и комфортно. И начинает там дышать. И вот когда мы этот процесс делаем, то таким образом эти Нади накописываются. Их там 72 тысячи или даже еще больше. они начинают распаковывать. И тогда, когда вы уже их начинаете распаковывать, либо они, вот, нога болит, да? То есть, мы на Юрвейка. Да. И китайцы, либо Юрвейка, сразу скажут, так, дай, 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 дай. Вот. Тогда мы начинаем следующий уже процесс про на Ярву. То есть, вы по этим Нади начинаете прану впускать. Ну, это дыхание. Дыхание, дыхание. Ну, и параллельно, как бы, да? Ну, отдельно уже потом как технику про на Ярву. То есть, если вы начнете сразу про на Ярву делать на неготовое тело, то вы будете прану впускать, но она не будет, что она будет? Она не будет течь. Туда, куда надо. О, где-то очень. С ТАПОСом мы забрали. Есть метод идти на? Да, с Антоши. Тантоши. Удвулитворенность. Да, полная удвулитворенность. Поченька твоих. Немножко какие-то полинезийские. Да. Давайте на Африкат с Антоши. Удвулитворенность. Да. Ты к этому относишься? Да. Штатус, это потому что у тебя есть? Принять. Африкат. Да. Он подвергнул. Смех. Он тоже, я понял, должен быть. Тем, что у тебя есть – все. Смотрите, это какая цепочка. То есть мы удовлетворены, начиная с себя, потом нас окружают люди, мы тоже должны быть вдвоем. Потом дальше что-нибудь? А вот посмотри, опять возвращаемся к тому, что внутри нас, то и в нашем поле. Если мы удовлетворены с собой, значит, соответственно, что вокруг нас, то что вокруг нас? Да, да, вот хороший поход. Все просто. Поэтому мы опять дыряем себя. То есть начинаем всегда с себя. Всегда с себя. Да. Сантош. Понимаете? Нет, есть же такая форма, если ты не можешь уйти в той ситуации, у меня нет отношений к ним. Ну вот начинаешь трансформироваться, трансформироваться и принимаешь ситуацию людей, которые... Как минимум сказал, реальность, реальность, как в реальной жизни. Да. Но для того, чтобы вот так как-то не усказалось, для этого как раз вот у нас Сантош. То есть если вы сами не будете думать, то вы будете реагировать на все, как бы тоже к нему будет в порядке. То есть это не нравится, это не нравится, это не, 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 не. А так как людей сразу видно? Они сразу бурчат, они постоянно говорят. Недовольные. Да. Недовольные. Недовольные. Тут все завязано. Соответственно энергия, она оттекает. Согласна? То есть не накопление. Да. Даже если ты накопил ее, я потом раз кто-то подошел и всю твою энергию вижу. И таких примеров у этих шасток, у панишатов очень много. Там пришла, она просто сидела, модифировала, тысячи лет полу. Да? Птичка съела. Все, все сдул. Правильно. Ищи, ищи. Мы же сдаем все. Ищи, ищи. Ищи, ищи. Ищи, ищи, ищи. Ищи, ищи, ищи. Ищи, ищи. Ищи, ищи. Он же всю энергию потратил. Ищи, ищи. Ее тысячу ищи. Давай, чем на все тысячи. Животопа птичка, в религию нам все. Ищи, ищи. Ищи, ищи, ищи. Нет, они приезжают много. Так, лучше спускают у меня. Это же моментально поддумает. Трудовый. Трудовый. Да. То есть получается, что вот эти вот, если у нас нет морали, вот этих вот ям, вот птичка, вот здесь все, все эти, потом нету, ни ям, ни своей энергии этих подпадков. Потом поговорим. Давайте вместе. А то в итоге мы, получается, не нарабатываем. Не нарабатываем, у нас нет силы, у нас нет никакой культуры, нервозрения. То есть мы просто... Мы наработаем на меньшее количество. А если ты с этим не работаешь, как ты это нарабатываешь? Я не буду делать мосты. Почему? Потому что я не умрую. Ты что-то делаешь, ты что-то собираешь, и что-то... Вот здесь такая категоричная проблема. Ну, движешься очень... Но это же все равно нарабатываем. Может, человек я не буду, а сам... Буду? Ну, это зависит от наления. Знаешь, какое? Так я об этом и говорил. Не можешь? Наления в концентрации. Не хочешь? Заставим. Нет. Этот метод работает всегда. Я об этом и говорю. Только дело в скорости. Нет. Ну, кому-то, может, мосты-то и не надо, сыровая. Но у всех свое. Здесь вопрос, никто, надо, не надо. Вот логика сама. То есть я не буду, потому что я не умею. Ну, цель полагания. Вопрос, вы логику чувствуете? А как ты научишься, если ты не будешь? Да. Да. Ну, какой-то отрицательный опыт видно был. Поэтому... А. Не только отрицательный опыт. Либо просто знаю, или нет. А. А. Потому что есть такое понятие, как клеши. Мы еще не дошли. Но найдем. Пять клеши. Ограничение. Первое называется А. 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 Человеку нет знаний. Так, значит, это первое, с чего начинается. Нет знаний. Нет. Поэтому все учатся, чтобы что-то там понять. Понимаете? То есть без знаний человеку ничего не начнет. Потапки же сказал. 99% практики. Ну, один-то должен ничего говорить. О чем речь? О чем речь? О чем речь? А ну так можно при безумие дойти. Дыши. Дыши. Не дыши. Не дыши. Не дыши. Не дыши. Не дыши. Ну и так вот тут сложно, понимаете, получается, практика накапливает энергию, и знания нужно, чтобы понимать, что дальше все это делать. Процесс. Да. Об этом речь. Птичку. Да. Чтобы птичку не взять. Ну, понятно, да, зачем нам. Да? Сам тоже удовлетворенность. То есть нет удовлетворенности, мы просто не живем, как разрушаем кололище. Вот так сказать. Разрушаем себя. Разрушаем себя. Окей. Сватхьяя. Самообразование. Ну, тут, конечно, сложно не поспорить. Да. Тут нужно читать. Ну, Сватхьяя это, еще как переводится, как самонаблюдение. То есть вы изучаете, вы наблюдаете за процессами. То есть в принципе йога, она об этом в целом. Можно еще, знаешь, туда добавить, что нужно наблюдение за причинно-следственной связью. Это тоже процесс, так называемый. Да. Тоже самонаблюдение. Да. Человек может наблюдать причин. Почему. Ну, просто не генринчик понимать себя. Да. А я вот вам говорил, да, что йог, он задает вопрос, а зачем? То есть он не только задает в моменте, да, а он еще задает вопрос о заедине что-то. То есть еще раз. Заедине что-то. Заедине что-то. Копать. 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 Откуда? Потому что вот, например, в моменте, это означает у вас, когда... Вот, например, человек... Сколько тебе лет? 17, не скажу. Не, окей. Не, окей. То есть, смотрите, вот на определенном уровне развития, да? Да. Человек осознает себя, вот как бы ты видишь, да? Вот. Потом идем дальше, да, там, пусть будет 50. Уже осознаем себя по-другому. Да? Ну, как... А почему? Мне кажется, так же, только плюс чувствуешь, как разговаривать. Вот, точно. Вопрос времени. Вопрос времени. Время, да. То есть время меняется. А я меняюсь или не меняюсь? А я меняюсь. Конечно. И видение жизни не меняется. Мне кажется, все равно какая-то правда. Я говорю, наверное, не о восприятии, а, как сказать... Душа. Душа. Она меняется? Душа нет. Опыт макультrey. Опыт души. А опыт Души меняется? Опыт. Есть основной какой-то, сдержание, он не меняется практически. Потому что когда она на него закручивается, это меняется. То есть человек, например, детство, середина и конец. То есть вроде один человек, но он, например, олицетворяет себя в детстве в общении никак. Потом у него основная жизнь начинает, он тебя понимает. Потом в 50-м себя осознает так, ну и пусть там 90-м. То есть один и тот же человек на промежутке каком-то временном осознает себя по-разному. Но он же один и тот же. То есть одна джима, одно существо, одна душа. Определённое время. Это относительно. Да, это очень относительно. Да, это очень относительно. Мы сейчас говорим о теле. Тело-то вообще, да. Я говорю о том свою вещь про душу или для кого-то. Я в том-то и дело, что душа тоже. Они красивые. Люди настолько себя забывают, что они же не помнят, кем они были сами. Забывают настолько памяти. Душа есть. Душа, чтобы росла. Росла. Эволюция сознания. День и ночь трудиться, как вести в тихихах. Душа должна расти, расти. То есть вопрос-то в чём? В том, что мы наблюдаем за своими переменами, как мы трансформируемся. То есть мы вот эти все, как сказать, переходы, ну вообще всю жизнь, да. Мы просто себя идентифицируем. Сейчас я, сейчас нахожусь здесь. Сейчас я нахожусь здесь. То есть определенные задачи к определенному воздуху, да. То есть ты должны решать. Еще какие-то процессы должны проходить. Но ты все время понимаешь, там, грубо говоря, цель свою, куда ты идешь, ты здесь конкретно понимаешь, да. То есть в принципе твое тело, твой воздух, он не имеет значения. Он имеет значение, нет, он имеет значение на ограничение. Смотрите, он ограничивает правила, да, ограничивает тело. Да, да. Ограничивает тело. Говорит, ты уже этот возраст себе ставишь, какую-то паку, думаешь, я уже на этот возраст должен быть тем-то, тем-то. Тебе не надо этот паку. Вот об этом и речь. Потому что как опыт. Вы таким образом снимаете, если вы так настраиваетесь, что вы чувствуете себя как душа, да, то вам это и есть позиция сад, чик и анонима, да. Потому что человек так не реагирует. Он реагирует на все, да, потому что он не понимает, что он на самом деле душа. Он думает, что меня сейчас унизили, да. А как тебя можно унизить, если ты душа? Вообще-то это о чем? Это кто-то там что-то сказал. Это эго, эго, да, одна из частей твоего существа, твое существо. Ты, сад вечное вообще, потом чик полнознания и блаженство. Все. Вот это определение души, ее. А мы себя, вот как вы сказали, да, начинаем сразу так, ну мне вот 50, все, мне нельзя это, нет, 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 конечно. Конечно, я не говорю, что мы, я просто сейчас про такое ментальное настроение, которое у вас, если вы вот эту концерту хотя бы одну возьмете, то есть очень много ограничений из себя снимите. Понимаете? Очень много. Конечно, практика меняется. Она меняется. Не говорит, что вы там должны. Ну, Юр, я сейчас не врату. Две серии, три серии. А про что? В каждом периоде возрастном есть свои задачи, чисто жизненные. И они меняются просто потому, что возраст. То есть, в 30 лет тебе надо создать семью. Ну, правильно? То есть, йога-йога, и опять же тоже. Вы сейчас говорите опять о пирменных вещах. Какой? Потому что рожать, видимо, можно от допустим до 35-ти лет. Женщине, человеку, потом, но. Вы сейчас говорите о идеологических вещах. А я вас снимаю с этой. А, с физиологии есть, не могу. Я имею в виду, что вы душа, вы вечно. Вы не родили в этой жизни, в следующей родине. Ну, не получилось, там не дошло. Понравилось. Не понравилось. Понравилось. Ну, может быть, это значит, что природа не дала, знаешь, как говорят. Ну, болезни и так далее. Это же тоже карма, там много разных. В общем, просто если помедитировать на этот момент, да, что я сад Титананда, то много вещей, они начинают, ну да, ограничения. То есть, вы парились, парились, а потом думаешь, а что я панирую. Я же вечно, я вообще, что он там мне, он мне мозг пытается. Вынести, да. Ну, что ты, кто-то такой вообще. Я, все, у меня все классно. Частичка вселенной. Я была членом. Частичка вселенной, понимаете. А с этого и начинается Бадла Бута. Ты не тело, а душа. Все, понимаете. И Арджуна на этом, он только с этого, это первое, ему дали концепцию духовную. А он уже был готов к этой концепции. Ну, нет, у него там много сомнений. У него одна сомнений, ему Кришна говорит, а он такой, а может и не надо. Такой, не менее. И опять начинает. Ну, Бадлентарин был готов. То есть, он просто, у него были какие-то, ну, такие. У него была, что у него самое главное было? У него была вот эта вот, как сказать, ведическая его концепция о том, что все люди-братья, никого нельзя убивать. Да, самое главное. А он говорит, что ты душа. И что вот эти все, они уже, я их убил давно. Потому что душа, она не убирает. Они все бессмертные. Они все бессмертные. Я их убил, и они все время все равно жили. Да, это тоже, человек, так далее, никого. Поэтому ты можешь убивать, ты можешь не убивать. Можешь убивать, да? Да, ты к шатре. Нет, подождите, это мы не будем трогать. Это отдельная тема. Да, ты к шатре, твоя харма, надо себе отмочить. Ну, защищать, убивать. Поэтому надо выполнять свой дом. Лучше сказать, как исполнять свой дом. Твой харм. Остальное все будет. Подтвердил. Окей, с вас я. Ну, понятное дело, что самонаблюдение, изучение, да, то есть, в любом случае, должны изучать. То есть, если мы берем, как это сказать, есть обучение, которое дают нам с самого детства, да, так, ну, внешне, ну, как внешне, да, как она называется, академическое, да. А есть юридический подход, то есть, если академическое, это все нам науки, которые там есть, да, они в итоге, понятно, могут нам помочь в этой жизни, а могут и не помочь, да, то есть, они вообще нужны, не нужны, ну, нам со школой там дают. Но йога, да, но йога, она дает совсем другие. Она дает все равно качественные характеры. Знаете, она прорабатывает конкретно качество характера. Это отличие академического и юридического подхода. Ну, как-то все связано, да, тот же Таунас, например, вот с Саулышем. Да, здесь все довязано. Ну, и мысль такая была, что образование, да, мы же говорим о мудрости, да, которую дает йога, вот ты говоришь, соответственно, тот же Таунас, тоже Аскеза, например, те же вещи, которые, ну, для чего, для того, чтобы получить энергию для осознания каких-то процессов. Да, происходящих внутри нас. А они приведут уже к трансформации нашего сознания, когда поднимут нас на следующую ступень. И мы начинаем новый процесс изучения, да, адаптации в этом уже новом слое, по факту, и мы начинаем его изучать. И опять накапливаем энергию, чтобы поднять себя еще выше. Да, это такой бесконечный процесс. Да, это такой бесконечный процесс, да. Пока давно не дойдет. И заключительный пункт называется как? Ишвара. Ишвара. Ишвара праниха. Паниха. Да. Кто на это приводит? Служение Богу. Служение Богу. Или, можно так сказать? Служение Богу. Да, посвящение. Посвящение, да, то есть выбри кого-то, что-то делаем. А почему вопрос мы для него, что-то должны делать? Потому что мы часть его. Хороший заход, а еще? Почему же не заход? Все атманы же, они части маленького, большого. Да. И мы все как бы посвящаем его, потому что мы его делаем сильнее. Так, окей. Это служение. А вот это вот, это тоже его? Да. Так, хорошо. Все его. А вот это? И это его. И это его. То есть получается, все его. Все его. То есть я его, и еще все его. То есть, понятно, да? Такая мандра есть, если вы знаете, она называется, это из Упанишар, Шри Упанишар. Она называется, Ишаваси, Идам, Сарвам, Яркинча, Джагатям, Джагат, Дина, Тьяктена, Гун, Джистахар, Магага, Кассия, Свид, Ханат. Приводится, все живое и неживое. Ишаваси находится во власти Господа, и принадлежит ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, и выделенный ему, как его долю. И не посягая ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Это можешь эту мантру выложить? Да, конечно. Шри Упанишар. Упанишар. Да, Упанишар. Шри, Шри. И вновь же панишар. Одна из них Шри Упанишар. Шри. То есть, получается, мы живем в царстве, так сказать, Бога. Мы сами еще частички, как оказывается. Помните, Атман, Параатман, Братман. Вот эти вот все составляющие нас живой. То есть, мы получаем его очень чаще. Есть Атман, а есть Параатман. Параатман. Братман, а мы, как маленькие мятцы, все называют, маленькие годы. А есть Атман, откуда мы. Ну вот, соответственно, если мы на уровне особенной насобенности находимся, то мы понимаем, что как бы нашего здесь ничего нет. То есть, все кому-то, чему кому-то принадлежит. То есть, мы сами, да. И для того, чтобы это, ну, просто быть как бы честными, да, подносим их к себе, мы просто все свои плоды, все, что мы делаем, все, что у нас есть, мы подносим к себе. Мысленно, конечно, все. Поэтому в той же йоге и в нашей практике, перед тем, как начать заниматься, делать саму практику, вы считаете мантуру Патанжи, тот, кто ее найдет. И после. Да, и после, да. То есть, ну, как можно назвать, как Патанжи, да, он один из проводников, да, туда тоже, да, туда набрал, да, все, сказал, кто хозяин всего дня. Вот, и этот один из аватаров, да, там проводник, он пришел, чтобы показать, как можно достичь самосовершенствования и в итоге кому все принадлежит. Поэтому мы не сразу туда, да, пуляем, а потому что, как бы туда пулять, это очень сложно, потому что, ну, вопрос в чем, во-первых, мы не знаем, да, а во-вторых, еще с этими богами, там, это вообще, вот, такие боги, такие боги, поэтому Патанжи у него, она вот получилась как-то не конфессиональная. То есть, он не дает так при упаковке, ничего нету. Он прошил его ничего. Да, ничего, никаких шип, никаких кришин, вообще ничего, ни Христа, ни для нас, рук, никого нету. То есть, вы туда ставите иконку, любую свою, да, и кто вам больше нравится. Ну, вот этот Ишвара, да, то есть, как полагается, что это, вот, последняя точка этой вообще планетарной системы. Да, куда вообще все идут, откуда все идет, к чему все принадлежит. И поэтому, как бы, все, ну, как бы, подаватели, все Ачайи, учителя, они говорят, что йога, она непрофессиональная, она для всех. Тут главное понять, как бы сказать, ну, схему, да, как-то логику, то есть, что мы должны соединить это все. То есть, есть разорванная, как йога, называется связь, да, связь. То есть, связь с чем? То есть, есть Уруша, создатель, да, и его праздник природы, как мысль, да. И мы, ну, как раз вот эту вот цепочку, разорванную, не когда-то, когда-то, когда, мы ее в йоге, сам процесс в йоге, он ее восполняет. И таким образом происходит слияние. А это и есть последняя ступень. Последняя ступень, как называется? То есть, если ты, получается, никому не соматчик, а ты соматчик. Соматчик, это слияние с Абсолютом. Как хотите, называйте ее. Абсолют. Как вам больше не нравится? Слияние. Союз. То есть, вот, за счет йоги, процесса, мы можем наладить этот процесс, да, и в итоге соединить создателя, курушу, да, в практике. Соединили. Все. Саматки 8-й ступень. Через все эти миллионы практик, да, там, кучу, через эти ямы-не-ямы, да, сначала надо чиститься, потом начать качать, тапас, да. И в итоге потом все это, там, соединить тем, кто отдать курушу. Это и есть йога. Понимаете? То есть, поэтому ее можно накладывать на любую конфессию, там, христианскую, да, христианскую, прям христианскую, правильно? Я создал человека по образу и подобию. Мужчину и женщину. Пожалуйста. Женская и мужская. Да. И нарезка. Берем шаваинскую традицию. Павлти, шива, шива, мужская, женская. Берем с кришнаитом. Раса, кришна, да. Ну и так далее. То есть, и опять же, то есть, что там происходит? Надо соединить все. Все. Через эти все, не знаю, как хотите, там, аскезы, да, через практики, они везде есть. Везде. Вы в любую традицию берете, там есть какие-то ограничения. Да, там христианство, молитвы, там тоже медитация есть, покаяние есть. Вот. Через это все человек себя очищает, нахапливает. Это и есть йога. Понимаете? Вот почему я говорю. То есть, в итоге этот процесс, он, ну, просто, ну, как бы, пусть он выявил. Да, там называются йогой. Ну, если у нас есть понимание, что это такое, то мы понимаем, что в принципе они тоже шансы. Только у них другие техники, другие практики, да, там, голодание, посты и все, да, они к тому, что человек сосредотачивается, плюс какие-то у них там еще обрядовые есть темы, да, а не идеи. Они еще больше у нас вводят в локовую процесс. Практика, да, там тоже обрядовое, можно так сказать, да, камень обряд. Если нет вот этих тем, то не зачем. Но в итоге мы соединяемся, соединяемся. И то же самое висклавить, да? Да, конечно, это тоже в принципе йога. Ну, если мы понимаем, что за этим словом стоит, да, потому что, конечно, люди скажут, что йога это там, это мы не визнь, как бы, а у нас здесь не йога. Значит, нет понимания о целом процессе, что-то такое. Понимаете? То есть, грубо говоря, задача соединить мужскую энергию, женскую энергию, праприди, женскую энергию и порушью. Завтра у нас будет продолжать, значит, праприди, 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 симбиоз. Вот, поэтому, собственно, мы закончили, да, эту яму-не-яму. Надо просто понимать вообще это, к чему мы идем, да, и что важно поддерживать себя вот в этом постоянно, так сказать, этапе себя, который, чтобы мы не вылетали. Потому что, если мы не поддерживаем себя с ямой-не-ямой, да, так, ну, в питании, значит, так, помните, прахмачалия, астерия, пронгливости, апориграхия, нестязательства, все вот эти вот, да, 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 то просто тапос, он будет весь расхлёпывать, да, значит, да, поэтому дальше изучение, да, самонаблюдение, этот тапос мы получаем, самонаблюдение идет, и в итоге мы все вот это куда-то девать, куда-то надо девать, надо понимать, куда девать, кому это вообще-то, на карте, где же все, и все, ишу, как правильно, мы знаем, куда все это идет, откуда все это идет, и в итоге, как бы, потихонечку идет слияние, а это и есть чьё-техни, мы поем в зеркале, да, чьё-техни, это свет, это его лучи, и вот в практике, там, уже на более глубоких стапях, да, там, идет слияние, то есть, сидишь там, снижаешься свет, все будет, кто-то там в нем растворяется, это разные философии, да, там, но идея, она одна, да, что ты просто уже слияние, все, брак в идее, как его энергию, и его мозг, сама упорная, все это и есть йога, определение йоги, значит йога, и для того, чтобы этого состояния достичь, нам нужно кучу всяких вот подводящих йогов, яма-дьяма, асана, пранаяма, пратихара, харана, дхьяна и... А пранаяма, это какой механизм действия? Просто очищает каналы, получается, пробегает... Он продолжает очищать каналы, потому что мы начали, что вас начинает это пропускать, а пранаяма, она продолжает и уже пранаяма, пускает по каналам, да, поэтому начинается, естественно, с простых пранаям, которые очищают, тоже есть очищающие, на али-шотханах, как выглядит, на али-шотханах, очищение, очищение канала, мы продолжаем очищать, более сложные уже, конечно, вот вам очищение одного канала и другого канала. И, по-моему, еще важно, чтобы вы концентрировались, отдыхая, всегда внимания, всегда работая, но в любом случае, там вы начинаете процесс внимания. Так же, как в асана... В асанах уже начинаете упускать эту давление. Да, да, да. А пранаямее больше, для взгляней... Потому что вам уже... Почему там больше? Потому что вам надо двигаться. Движение убрали, тебе не размазывается ничего, там не болит, как кровь, не надо тянуть ничего... Все уже. Спина прямая, лотус есть. Поехали. Надо всегда работать, снимать. Это же просто. 100% Где наши заниматели, там и работают. На этом построена и йога, и все тонкие лечения айолитические. И потом много чего. Рейки, например. Они же не стучат, но еще не бьют. Стар. Все. Человек встал и ушел. Два шага прошел. Два шага прошел. Тоже как милет, конечно. Энергия. 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 Да это понятно. Просто идея в том, где наша энергика. Идет процесс. Когда вы басана делаете, если вы внимательно не работаете, в последний семинар был Стар. То у вас уходят какие-то другие какие-то части что-то. Если вы Стар начинаете раскрывать, там еще что-то там, у вас раз смотрите, расслабился позвоночник. Да? Потому что внимание там нет. Да. А если все размазано просто? Ура. 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 Ну он что-то там накапливается, конечно. Ну размазано. Какие-то шуманские. Так, ну мы его забрали. Можете сказать так? Да. Да, да. Есть какие-то вопросы? Пока нет. Буду, сейчас мыслить. Да. Вообще было бы неплохо, знаете, какая-то информация приходит, да? И потом вы с ней живете, неделю потом. И потом, вот это и есть ученическая позиция. И вы потом, раз, у каждого, у каждого, никто там, кто-то что-то думал, не думал, было время, не было время, а каждый. По одному два вопроса. Хотя бы по одному. И это реально показывает фидбэк, что вы реально с этим поработали. А потому что можно все время что-то говорить, обсуждать, а по факту, это получается, все ходит к тому, что просто вы сидите. Ну, нет, не правда. И все равно какие-то... Вот когда вы фидбэк даете обратную связь, тогда я реально понимаю, что вот она. Вопросы начинаете задавать. А вот, Георгий, а вы как так? То есть я все понял, а вот с этим я не получаю. Я вижу, что вы это включили, и вам просто подпорка какая-то. Тогда видно, что вы работаете, а так я же не знаю. Ну что, я выдал и не пошла. Куда она ушла? Или не ушла? Поэтому было бы неплохо. Я ее еще раз буду на обратную связь. Вы можете, у нас есть чат. Вот неделя. Вы с ней работаете, берете в чате, пишут. Георгий, а вот как так? Я отвечаю. И все в чате. Нет, вы можете лично мне писать. Я этот вопрос пишу. Нила меня спросила. Я просто этот вопрос пишу. Я же так и делаю. Вопрос пишу. И на него отвечаю. Для всех. Для всех. Пишешь по вопросам студентов, да? Да. Думаю, что полезно вам узнать. Нила спросила. Нила спросила. Отличает. 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 Рецепт Риса такой. А я говорю, что это показывает вашу ученическую позицию. То есть, насколько вы берете информацию и с ней работаете. Мы с этого начали. Да. Мы там вопросы задаем. Мне кажется, больше не надо. Да это хорошо, что вы задаете вопросы. Только это нас завершает. Если мы не задаем вопросы, а делаем вид, что мы все знаем, то мы можем так далеко делать. А когда мы задаем вопросы, мы таким образом растем. Для этого и существуют ученические проценты. Созревать вопросы. Чем больше, тем лучше. Чем больше, конечно. Не обязательно больше. Но в любом случае, вопросы это нормально. Это хорошо. Кстати, у нас несколько товарищей были на фестивале главы. Да. И хоть кто-нибудь что-нибудь рассказал людям? Рассказывали. Ну они как-то так не рассказывали. Может, завтра там Сашка есть придет? А где Саша? Саша. Саша, кстати, курит скважину. Он мне так немножко рассказал, конечно. Но я думаю, что там можно было бы из них... Потому что там Хакимов был. Три лекции. Три лекции. А потом еще один. Три лекции тоже. Ну все. Отдал концерты. Маменький бог отдал концерты. Да. Это помогает отдал концерты. Это очень хорошие показатели того, что двое учеников поехали учиться дальше. Они не поехали на фестиваль трансовый какой-то, да? Они поехали на благо, где они получают информацию. Понимаете? Это про жест? Да. Ну вот вопрос как бы. Где нам опыт получать? Там, где идет процесс обучения? Либо испытывать себя на прочность. Я же в фестивале здесь сам всех проехал. Я же готовил. У меня была кухня вегетарианскую, я сказал. И я ездил на фестивале, вегетарианскую кухню мы готовили там. Но я там не мог уйти все. Это была вот эта астена конкретно. То есть ты приезжаешь, ты понимаешь, что ты с четверга, там полускресенья, в четвертой апрель, вы все приготовите, чтобы в пятницу все приготовили. И вот эти четыре дня не позаниматься нормально, во-первых. Ничего. Да. И не поспать. Потому что у тебя куда бы ты далеко не ушел от этого всего, у тебя все равно будет. Энергетика. Понимаешь? Ночью. А там что за фестиваль? Музыки. Определенные. Ну разучиться можно. Нила, пока тебе надо, ты можешь ездить и делать чего хочешь. Я этого, знаете, я ни в коем случае не заставляю. Я бы съездила по чуть-чуть. Сиди, посмотришь, нам расскажешь, попробуй. Ухажешь. Там уже нет чаши. А? Ты про это самое говоришь? В Римуте фестиваль есть. Кто был? Я был. Надо с ней сказать. Все или нет. Все или нет. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Схожу на конфетку. Получу. Ладно. Это одна тема. А вторая тема. Если вы хотите сюда поехать. Это значит просто вы показываете сами себе. Не нам всем. А себе. Вы должны осознать. Так. Я нахожусь в какой бумаге. Здрасте. Все. Пока надо. Надо ехать. Надо. Надо ехать. Значит пока. Никто не верь. Никто не верь. Никто не верь. Это плохо. Это все страсти. Нет. Все должно быть в гармонии. Страсти это тоже вернули. Страсти должны быть. Нет. Я понимаю, что это жигуна тоже есть. Все должно быть в гармонии. Не надо там вот себя как-то. А сильно не надо. А как ты узнаешь, где твои края? Да. Давай так. Надо поехать. Может им понравится. Может быть ты в этот же день не едешь. Ты же не была Анна едет. Я в фото. Нет. Нет. Нет, не надо. Просто Анна. И с другой стороны. Края-то надо. Ты же должна себя исследовать. Ну да, да. Получается я сама решила плохо. Конечно. Это так. Все уже в твоем верили. Не в его. Не в моем. Да. Я и говорю, да. Может тут, понимаете, можно как посмотреть. Может человек с благостью поедет и там. Фестиваль превратится. 100%. Есть шансы на это? Я на сцену буду петь мантры. Ну, вот так. Не надо. Али-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, все-таки. Али-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Классно. Нила, ты должна поехать? Да, да. Не забрал полушке. Сед нахер. А это посвящается нашей шаре. Спасибо. Спасибо.